С сентября 2014 года в 12 пилотных регионах России экспериментально велись нормы физической подготовки, в котором приняли участие школьники. В 2017 году начинает действовать третий этап комплекса «Готов к труду и обороне», который охватит почти все население от 6 до 70 лет. Внедрение комплекса осуществляется в три этапа. Первый – это организационно-экспериментальный. Это этап внедрения комплекса до декабря 2015 года проходит в среде образовательных организаций. Второй этап – это внедрение ГТО во всех образовательных учреждениях, а также экспериментально в отдельных районах и городах среди взрослого населения до декабря 2016 года. И третий этап – это повсевместное внедрение комплекса ГТО среди всех категорий и групп населения. Завершится он в декабре 2017 года. К обязательным испытаниям, то есть тестам, относятся определения уровня развития быстроты, силы, выносливости и гибкости с учетом ступеней. Включены плавание, бег на короткие, средние и длинные дистанции. Прыжки в длину с места и с разбега, подтягивания, метание спортивного снаряда, бег на лыжах и стрельба из пневматической винтовки. Предполагается, что за сдачу норм ГТО будут давать пряники, а то есть будет действовать система поощрений. При поступлении на бюджет среди абитуриентов с одинаковым количеством баллов ЕГЭ могут отдать предпочтение тому, у кого богаче портфолио, а то есть у кого есть знак ГТО. Кроме того, благодаря знакам ГТО вузы могут прибавить некое количество баллов к ЕГЭ. Работающих граждан должен будет стимулировать работодатель. Тем, кто выполнил нормативы на соответствующий знак отличия комплекса ГТО, вполне могут выписать премии, предоставить дополнительные дни к отпуску, льготы при посещении объектов спорта, отгулы, выделить льготную путевку на отдых и так далее. Более сложная задача сейчас – это привлечь трудящиеся населения к сдаче этих норм. Люди будут сдавать комплекс, чтобы оценить свою физическую подготовленность, улучшить физическую форму, фигуру, повысить уровень здоровья. Но для начала нужно посетить врача-терапевта, который определит ваше состояние здоровья и допустит к сдаче норм ГТО. Нормы ГТО будут в основном сдавать организованные трудовые коллективы, предприятия, организации. И эти люди сдавали в течение года, у них была диспансеризация, они сдавали анализы, проходили врачей. И вот если от момента последнего медосмотра или диспансеризации прошло не более 12 месяцев, то эти результаты, они годны для допуска к сдаче норм ГТО. Если на предприятии имеется медицинский врач, то он составляет списки с результатами прохождения диспансеризации. И с этой справкой желающие идут сдавать комплекс. Это касается работающих в организациях. А остальные граждане, которые также захотят проверить свои силы, должны для начала обратиться в поликлинику, записаться на прием к терапевту, а далее пройти необходимых специалистов. И только после этого вы получаете допуск к сдаче комплекса ГТО. Нормы ГТО могут сдать не только работающие населения, но и пенсионеры в том числе. Поэтому пенсионеры тоже могут прийти к своему участковому врачу, пояснить ему, что желают сдать норму, можно сдать или нет, и врач уже на месте решит. На основании данного этапа в администрации Амурского района состоялось заседание координационного совета, где обсудили несколько вопросов. Подготовка к сдаче комплекса ГТО, стремление улучшить физическую форму, направлено прежде всего на улучшение здоровья населения. Но для тех, кто плохо себя чувствует, те, у кого есть боли в области сердца, те, кто злоупотребляют вредными привычками, как алкоголь и курение, сдавать нормы нежелательно.